Сегодня продолжим заполнять декларацию 3НДФЛ и сегодня будем получать льготы по социальным выплатам. Это оказалось совсем-совсем несложно. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня продолжаем заполнять декларацию 3НДФЛ и мы будем получать льготы, то есть вычет от государства на социальные услуги. Но прежде чем показать, как это делается, я хочу сказать, что мы имеем право вернуть деньги, вернуть тот уплаченный НДФЛ, который мы оплатили за прошедший год, с сумм, которые мы заплатили за различные социальные услуги, во-первых, во-вторых, что это касается? Это касается медицинские услуги, образования, спортивные какие-то услуги, то есть фитнесы всякие тоже туда подходят. И, кроме того, есть возможность вернуть НДФЛ с тех платежей, которые мы заплатили за кредиты по ипотеке. Я покажу, где это делается, просто у меня этого нет, я не буду конкретно этого касаться. Поэтому почему бы не воспользоваться этим делом и не вернуть деньги, которые мы оплатили в качестве налога. И на самом деле, если вы достаточно много тратите и мало зарабатываете, то получается, что вы полностью можете вернуть свой налог, который вы уплатили. То есть налог на доходы, вот эти 13% можно вернуть в достаточно значительной степени. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, смотрите, мы заходим в личный кабинет налоговой, опять же, инспекции, налог.ру. Вот он. И заходим в жизненные ситуации. В жизненных ситуациях находим 3НДФЛ, подать декларацию 3НДФЛ. Подаем. Заполнить онлайн. И, значит, здесь дальше. Данные доходы, выбор вычетов, вычеты конкретные, распорядиться переплатой и так далее. Значит, ну, выбираем здесь год 2020. Нажимаем. В предыдущих выпусках я показывал, как заполнить данные о доходах. Сейчас мы этого не будем касаться. Они у нас заполнены. Будем считать, потому что, ну, это не совсем так, но они, будем считать, что заполнены. Не буду касаться. Вот, здесь не предоставлять вычет. Все, переходим далее. А далее, вот она. Выбор вычетов. И здесь, смотрите. Стандартные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, инвестиционные налоговые вычеты, налоговые вычеты при переносе убытков. Смотрим, значит, вопросик. Читаем. Имущественные налоговые вычеты предоставляются по суммам, уплаченным при строительстве либо приобретении жилья, при погашении процентов по целевым займам или кредитам, при выкупе у налогоплательщика имущества для государственных и муниципальных нужд. Ну, это вряд ли у кого-то будет такое. Стоит при строительстве либо при приобретении жилья. Насколько я понимаю, что строительство должно быть при помощи строительных фирм, зарегистрированных в Российской Федерации и имеющих лицензию на строительство. То есть, если вы сами строите и покупаете материалы на рынке, то вряд ли кто-то вам их компенсирует. Ну, здесь я не могу сказать точно, потому что, может быть, и компенсируют. Вот. То есть, надо доказать, что вы строите дом. Ну, как минимум, наверное, разрешение на строительство. Дальше. Стандартные налоговые вычеты покажу. Дальше. Социальные налоговые вычеты, то, чем мы сегодня будем заниматься, на обучение собственное детей оплаты брата-сестры, опекаемого-подопечного. Собственное детей, брат-сестра и подопечный, опекаемый. На лечение свое, супругов, родителей, детей или приобретение медикаментов. На благотворительность. На негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, накопительную... Накопительную часть пенсии. Добровольное страхование жизни свое, супругов, родителей, детей и инвалидов на прохождении независимой оценки квалификации. Дальше. Сейчас мы к этому вернемся еще. Инвестиционные налоговые вычеты. Это то, что ИИС. То есть мы пополняли суммы по ИИС. Мы берем справку у брокера о том, что мы пополнили ИИС на такую-то сумму. Значит, заполняем, прикладываем эту справку. Вы сейчас увидите как. И получаем назад 13% в свои НДФЛ. И вот оно. Налоговые вычеты при переносе убытков. Что это такое? По операциям. От операций с ценными бумагами. От операций с производными финансовыми инструментами. От участия в иностранном товариществе налоговые вычеты. Ну, вот такие. Да, статья 220. Но, по-моему... Не будем этого касаться. Сейчас, кажется, я знаю, куда это вставить. Вот. Итак, социальные налоговые вычеты. Смотрим. Я не буду касаться добровольного страхования жизни. Я не знаю. Но, судя по всему, тоже в российской компании. Значит, свое супруговое и так далее. Добровольное страхование жизни. Ну, вот так. На прохождение независимой оценки квалификации. Это если вы повышали свою квалификацию. И независимая оценка, она платная. Негосударственное пенсионное обеспечение. То же самое. Ну, как бы в независимом пенсионном фонде. Российском. На благотворительность, судя по всему, тоже. Так. И на лечение свое супругов, родителей. Вот этим будем касаться. Вот. Обучение у меня сейчас нет. У меня дети уже, ну, они учились в платной школе. Мы на обучении предоставляли вычет. И он был весьма существенный. Потому что мы платили, ну, у нас двое детей, где-то 16 тысяч в месяц. Это получалось. Кругленькая сумма в районе 90 тысяч. И хорошенькая сумма на возврат получалась. Что я хочу сказать. Смотрите. Социальные выплаты, вот эти вот на лечение, могут быть двух видов. И есть вопросы, суммируются ли они с имущественными или нет. Суммируются ли они с инвестиционными или нет. Кажется, что это суммируется на самом деле. То есть мы по инвестиционным получаем один вычет. По имущественным другой он еще прибавляется. И по социальным еще прибавляется. То есть у нас прибавляется, прибавляется, прибавляется. Но здесь я не уверен. Надо уточнить. То есть там есть какие-то, которые прибавляются, которые нет. Вот. Я буду говорить о том, что касается меня и что я знаю. Вот. Стандартный вычет. Смотрим, да. По данным работодателя. У меня есть работодатель. Это моя же фирма. Вот. И там, ну, как бы известно. Грубо говоря, в отделе кадров. То есть, ну, как бы в учете, что у меня есть один ребенок, несовершеннолетний. И по нему, значит, вычет. Сумма вычета 16 800 рублей. Ну, вот такая сумма. С 16 800 рублей 13% мне вернут. Далее. А далее идет социальный вычет. Смотрите. Вычет по расходам на обучение, лечение, благотворительность, оценку, квалификации. Вычет по договорам пенсионного обеспечения. Вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию. Выберите источник социального вычета. Выбираю. На лечение. И вот оно. Смотрите. Сумма уплачена за свое обучение. Обучение брата, сестры нет. Суммы уплачены за обучение каждого ребенка по очной форме обучения. Нет. Сумма расходов на лечение за исключением дорогостоящего. Вот оно. За исключением дорогостоящего. Сумма расходов на лекарственные препараты. Сумма расходов на дорогостоящие лечения. Дальше. Сумма пожертвований. Сумма страховых взносов и так далее. Этого не будем касаться. Я хочу остановиться на следующем. Здесь вот сумма расходов на лечение за исключением дорогостоящего. И сумма на дорогостоящие. В чем разница? Как отличить дорогостоящие от недорогостоящего? И где критерии? Какие критерии? Здесь все очень просто. Смотрите. Мы, когда где-то мы лечились на расходы какие-то. Какие это могут быть расходы? Ну, там какие-то МРТ, значит, платные анализы и так далее. То мы должны были взять по итогам этого лечения. Надо взять справочку. Вот такую справочку. Из каждого лечебного учреждения берется вот такая справочка. Где мы лечились. Ну, у меня в данном случае только один вид медицинских услуг. Это стоматологическая клиника. И здесь у меня... Я собирал на самом деле вот все-все-все платежи, которые у нас были. То есть все, что мы заплатили, вот у нас аккуратненько подшито. Вот. У нас аккуратненько подшито. Но на самом деле это, как оказывается, не требуется. Это может потребоваться только для подтверждения, для сверки какой-то. А требуется вот эта справка. И давайте посмотрим на эту справку. Смотрите. Справка об оплате медицинских услуг за предоставление... Для предоставления в налоговые органы. То есть, смотрите. Справка конкретно для предоставления в налоговые органы дается. Вот она. Вот. То есть дает медицинское учреждение. Выдано налогоплательщику Демиткову Юрию Алексеевичу. ИНН налогоплательщика такой-то в том, что он оплатил медицинские услуги стоимостью 21 680 рублей. И вот следующий пункт очень важный. Код услуги 1. Оказанный Демиткову Юрию Алексеевичу. Даты оплаты. Даты оплаты соответствуют вот этим документам. Просто, ну, как мы проверили. Фамилия, имя, отчество. Главный бухгалтер. Номер телефона. Печать, подпись. Что здесь главное и почему эти услуги недорогостоящие? Потому что написано код услуги 1. Вот все. Значит, 1 это недорогостоящие, 2 это дорогостоящие. Вот так отличается. Вот. Вы взяли справку. В справке написано. Код 1 значит это недорогостоящие. Поэтому мы вписываем вот сюда 21 680 рублей. А дорогостоящие мы не вписываем. Ну, у меня больше ничего нет насчет этого. Поэтому я внес вот эту вот сумму. Больше ничего нет. Нажимаю далее. Все очень просто. Сумма переплаты по декларации. Здесь появится сумма переплаты по декларации. Ну, здесь у меня не заполнено. Ну, давайте сейчас я тогда немножечко вернусь. Вот сюда. И здесь просто вот удалю вот этот источник, который у меня все портит. Вот. И далее нажму, чтобы было понятно. Далее. 2818 рублей появилось. Переплата за... То есть мне вернет государство за социальные услуги. Дальше здесь распорядиться. Я должен внести свой счет в банке, на который мне перевести эти деньги. Я это пропускаю, потому что это можно сделать попозже, в любой момент времени. Это не важно. Деньги никуда не денутся. Они просто будут висеть, ну, как переплата. Ничего страшного здесь не произойдет. Не распоряжаться пишу. Что дальше? Дальше, значит, смотрите. По данным предварительным расчета, 2818 рублей на, так сказать, возврат. Вы соглашаетесь с этим или нет? Если вы не соглашаетесь, то вы можете посмотреть. Вот она, общая сумма доходов, налоговая база, исчисленный налог, удержанный налог и так далее. То есть это вот по всем, по всем, по всем пунктам. Дальше. Общая сумма дохода, налоговая база, исчисленный долог. Это вот у меня по ставке 35%. Ну, у меня просто много доходов и поэтому много источников дохода. Поэтому по-разному они идут разные. Что дальше самое главное? А дальше вот она. Смотрите. Что нужно приложить? А приложить нужно следующее. Приложить нужно. Вот она. Справка об оплате медицинских услуг с кодом 1. Вот она. Беру, добавляю документ и выбираю предварительно загруженные документы. Сейчас я его еще пока не загрузил, но он будет. Второй документ, который нужен. Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг. Берется там же в бухгалтерии вместе со справкой. Вот он договор. Я его полностью просканировал. Вот. Он состоит раз, два, три, четыре страницы. Я вас уверяю, что никто его читать не будет. Единственное, что могут почитать, это с кем заключен договор. И вот здесь вот. Все, собственно говоря. Больше никто ничего смотреть не будет, потому что кому оно надо. Договор стандартный. И дальше. Лицензия. Лицензия медицинской организации. Там же, когда я запросил справку, они в комплекте дают справку, лицензию и договор. Вот она лицензия. Лицензия тоже состоит из нескольких страниц. Вот. Ну, что здесь важно? Что лицензия выдана на оказание медицинских услуг. Что они имеют право эти услуги оказывать. Что лицензия действующая. Там срок лицензии есть. Ну и, собственно говоря, все, что нужно вот этой лицензии. Все. Вот эти вот документы я, значит, здесь добавляю документ, добавить документ, добавить документ, добавить документ. Если потребуются дополнительные документы, я могу приложить вот эти справки. Но, насколько я понимаю, они здесь не требуются. Но если перебдеть, то можно и их отсканировать, и туда же послать в комплекте. Что вот они в подтверждении. Я вас уверяю, что вряд ли кто будет смотреть, потому что достаточно справки из бухгалтерии, которые доверяют. Все. Дальше пишем подтвердить и отправить. Введите код. Ну, традиционный. У меня кода пока еще нет. Поэтому я просто возьму. И вот здесь вот этот файл. Просто распечатаю. Вот он, сформированные файлы PDF. Я возьму этот файл PDF. Он у меня сформируется. Там несколько страниц. Он примерно выглядит, ну, как стандартный файл в налоговой. Декларация заполнена. Там квадратики всякие и так далее. Я его распечатаю и отнесу в налоговую. Вот, собственно говоря, так получаются налоговые вычеты. Я надеюсь, что, ну, разъяснил, по крайней мере, все, что мог. Поэтому лайк я заслужил. Поставьте его, пожалуйста. Оставайтесь на моем канале. Буду помогать вам дальше сохранять ваши денежки и приумножать. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok